Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Дмитрий Нагиев, который так и не обозначил свою позицию, ну, вроде как не обозначил, не обозначил, ну, совсем не хочет человек, что называется, хотя мне кажется, публичные люди, которые длительное время были на телевидении, несут десятерную ответственность и должны, по идее, ее обозначать, эту позицию. Пропал, нигде не было, снимался в фильмах, ну, хорошо, побоялся каких-то санкций, возможно, в отношении государственного телевидения, ушел, снимался в фильмах. Но сегодня люди, конечно, были очень неприятно удивлены, когда он разместил рекламу, причем он, вы знаете, такой же всегда брутальный, здесь он другой, вот я обратил внимание, какой-то он немножко такой, знаете, я таким его не видел, он всегда очень уверенный, очень такой, здесь какой-то скользковатый он чуть-чуть, мне так показалось, может быть, это только лишь мои впечатления, пишите ваши, давайте посмотрим. Друзья, меня мало куда пускают, потому что я плохо себя веду, и выгляжу дива, что недавно меня стали пускать, наконец, в Дубай. Каково же было мое удивление, когда я здесь встретил своего старого друга, я вру, никакой он мне не друг, потому что он богатый, Витя Шкипина, Витя, я рад тебя, Витя, честное слово. У меня масса вопросов, как у всех у нас, потому что мы ни черта не понимаем, мы живем на земле обетованной, у нас в России, столько здесь у вас интересного, я хочу понять, в принципе, для чего мне это нужно, потому что другие меня мало интересуют, почему именно здесь? Как ты здесь-то оказался, а? Потому что у тебя же все хорошо было и там, и в Питере, и в Москве. Да, все было хорошо, мне стало жутко интересно, потому что тот же вопрос, который ты сейчас задаешь, а что это Дубай? Ребят, Дубай коснется каждого из вас. Если вы думаете, что вы пролетите мимо этого, не пролетите. Почему? Померла бабушка в Саратове, любимая, помним, любим, скорбим, образовалась 200-250 тысяч долларов, что с ними делать? Или копил всю жизнь. Или все время копил, да. Или еще что-то произошло в жизни, какое-то несчастье, образовались деньги. И вот это сохранение... Друзья, вы сами все слышали, я, честно, когда услышал, я ничего не понял. А потом я еще раз посмотрел, он рекламирует покупку недвижимости в Арабских Эмиратах в Дубае. Это рекламодатель, я так понимаю. Он его сначала пытался сказать, что это мой друг. Как-то потом нелепо какая-то шутка, он мне не друг, просто богатый человек. Как-то, знаете, вот по-другому я его почувствовал. Неуверенно как-то. Приличными местами меня не зовут, плохо себя веду. То есть, очевидно, что его тоже коснулось, что он не озвучивает свою позицию. А значит, раз он ее не озвучивает, она не в пользу России. Я делаю такой для себя вывод, иначе бы он ее озвучил, спокойно себя здесь чувствовал. И Дубай коснется каждого. Мне очень посмешило, в Саратове бабушка досталась квартира от бабушки и высвободилась у вас 250 тысяч долларов. 100 тысяч долларов – это сколько сейчас? Ну, 9 миллионов пусть, да? Там 90 рублей. Значит, это 18 миллионов рублей, 200 тысяч долларов. Это саратовская царица, правильно пишут в телеграммах, а не саратовская бабушка, понимаете? То есть, люди настолько оторваны от реальности, от того, как живут люди обычные. Он даже не понимает, саратовская квартира у бабушки, сколько может стоить. Поэтому, конечно, вы знаете, деньги, что называется, в данном случае для нее не пахнут. Ему заплатили, он рекламирует, приехал, или там, может, они встретились. Вопрос в другом. Вопрос в том, что сейчас то время, когда, вот как Гузеевой, лучше не одевать что-то в цветах флага сопредельного государства, хоть и до абсурда доходить не надо, отменять цвета. Ну, коли сейчас такое острое время, ну, не провоцируй ты. Ну, все закончится, и оденешь ты это в таких цветах, раз тебе так нравится желто-синее сочетание. Или, вы понимаете, в чем дело, или, ну, вот реклама, например, предложат, ну, допустим, мне рекламировать какой-нибудь сервис релокации, переезда для убегантов, ну, конечно, здесь ты подумаешь 200 раз, потому что, ну, и откажешься. Потому что, ну, ну, это противоречит, собственно говоря, тому, о чем я говорю, да и моим внутренним каким-то убеждениям сейчас. Если бы ничего не было в геополитике вот такого, то, конечно, пожалуйста, ну, хотите ехать, вот вы знаете, вам помогут, вот если хотите переехать. А сейчас-то мотивационная составляющая понятна тех, кто переезжает? Естественно, как бы ты подумаешь, посидишь и поймешь, что, ну, да сколько бы ни предложили, это предать себя то, о чем ты говоришь людям. Это же самое, ну, вот, паскудное самое. Можно ошибаться, можно ошибаться, с моей точки зрения, и потом понять это, и выйти сказать об этом. Все мы люди, но вот так поступать, поэтому то, что он делает, я считаю, соответствует его убеждениям, а равно, значит, еще раз говорю, его позиция мне совершенно стала понятна. Противно. Друзья, что думаете на сей счет, пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно, ссылочка в закрепленном комментарии, в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна, подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна, новости, новости в формате 24, на 7 ролики из разных источников, новости из разных источников, политика с моими комментариями. Все самое интересное в телеграм-канале Будда Гришна, новости. Друзья, и обязательно подпишитесь на канал Будда Гришна на отечественной платформе Рутюб. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова